Чтобы Россия оставалась историческим субъектом, в ней должна пульсировать живая русская мысль. В форме публицистики, в форме научной аналитики, в форме философии. Всего этого остро не хватает современному русскому обществу. И пока продолжение той философской традиции, которая была заложена в конце XIX, в начале XX века и русской миграции в первой половине XX века, не наблюдается. Хотя есть замечательные авторы и замечательные мыслители, но они практически неизвестны широкой публике, которая все больше деградирует, и русская мысль в мировоззрении обычных людей практически иссякла и отсутствует. Нам недостаточно того потока публицистики, который существует в социальных сетях и который в основном состоит из суждений некомпетентных, слабо продуманных. Нам нужно восстанавливать этот поток русской мысли, где четко отличаются суждения ученические, подготовительные, размышления, которые не претендуют на истинность, а являются только мыслительным экспериментом. И учительство, когда мысль завершена, закончена, закреплена, прочно обоснована в предшествующей философской и публицистической традиции, в понимании того, что есть русское, каковы русские интересы, какие русские перспективы, и что значит жить и мыслить по-русски. И для того, чтобы русская мысль продолжалась, несомненно, нужно осваивать и людям интеллектуального склада, и тем, кто интересуется русскими мыслителями только дилетантски, все их произведения наиболее интересные, наиболее важные для нашего времени, для нашего существования и для наших катастрофических условий, в которых мы живем, и которые уже случались с нами в начале 20 века, и поэтому мысль о русском катастрофизме, как и о русском космизме, продолжает существовать и должна быть наполнена интеллектуальной глубиной, чего сейчас не хватает. Но стремиться к этому нужно, и стремиться к глубине русской мысли должен, в общем-то, каждый русский человек в меру своих способностей, понимая их ограниченность, понимая, что есть специалисты в одних областях или в других областях, и быть специалистом во всем невозможно. И высказывать свои суждения, я так думаю, это свойственно скорее либералам, левым, социалистам, коммунистам, анархистам. Они готовы думать на любую тему, на любой счет высказываться, самые произвольные, противоречивые мысли, но это не наш путь и не наш метод мышления. Русский метод все-таки основан на науке и на научной традиции. И это является достоянием русской цивилизации. Ее продолжение прямо связано с тем, сможем ли мы восстановить русскую мысль в ее величии и в продолжении того, что действительно уже было и есть великое и останется великим в веках. Слава Руси! Господи спаси!